Мы спешим от жизни. Вот куда мы спешим. Мы думаем, что жизнь там где-то в будущем, она здесь прямо. Надо видеть перед собой лица людей, улыбаться им. Надо видеть перед собой чистоту людей и верить в нее. Надо в каждом метро обязательно создавать атмосферу счастья. Это наш долг. Каждый раз встречному прохожему дарить счастье, свою радость. И тогда мы в этой атмосфере будем жить. И тогда можно уже выполнять все остальное, что требуется от человека. А что требуется от женщины? Когда она уже умеет отдыхать, у нее есть энергия любви внутри, потому что она не напряжена, тогда с этого момента она должна сделать следующее. Она должна понять, что есть только два способа относиться к мужчине. Или разочаровываться в том, что ты в нем не встретила то, что хотела, и убивать его до конца, как личность. Или все-таки очаровываться тем, что у него есть, и создать из него того человека, которым ты хотела. Всего два варианта отношений женщины. И если вы этого не поймете, тогда ничего хорошего не будет в вашей жизни, потому что эти два варианта не смешиваются. Или ты создаешь человека рядом с собой, своей верой, или ты разрушаешь его, потому что женщина это благословляющая энергия. Она сама не соткана из действия. У нее не такая большая воля, решимость, целеустремленность, но у нее есть энергия, благословляющая меняться других людей. Именно по этой причине она рожает ребенка, что она дает возможность меняться всем вокруг. Она создает, понимаете, она создающая сила, она меняющая силы. Если женщина верит, а ей надо просто настроиться на это, и все. Вот для женщины просто настроиться. Я верю, что мой муж может стать лучше. И у него есть вот это вот, не то, что он как-то там вдруг в северного оленя превратится. У него есть уже вот это вот все внутри. Он такой человек, хороший уже у меня. Просто надо вот видеть в нем такого человека сильнее, больше. А слабости своего мужа принимайте как объем работы. Это вам судьба дала наказание в виде его слабостей. Не обращайте, не думайте, не отождествуйте эту личность с его недостатками. Поймите, что это ваш объем работы. Он проявляет эти недостатки специально для вас. Потому что если бы с ним была другая женщина, он бы другие недостатки рядом с ней проявлял. Сто процентов. Так всегда бывает. Люди всегда проявляют те недостатки, которые положены человеку, которые рядом с ним находятся. Поэтому просто пытайтесь пытайтесь прощать и видеть в муже хорошего человека. Теперь если мужчина каблучит, ну то есть вот он такой. Вот так природа создала его таким сильным. Ну вот, допустим, обломав мужчину, что мы получаем? Вообще ничего. Просто ничего. Просто кусок жизни размазанный по абсфальту. Понимаете, вот это мужское вот желание там добиваться своего, это и есть его жизнь. Если вы у него заберете эту возможность, значит он все, он не жилец. Он может даже заболеть тяжелым заболеванием, понимаете? Надо дать мужчине возможность быть самим собой. Вот он его куда-то несет и слава Богу. Потому что у мужчины есть два варианта жить всего. Лежать на печке или воевать. Если он лежит на печке, значит вы его не вдохновляете воевать. Есть два способа вдохновлять воевать. Первый способ банальный, ни одна женщина не понимает. Лечь рядом. Самый классный метод вообще работает безотказно. Кто кого перележит? Конечно, женщина перележит. Потому что для нее лежать через положение это вообще нормально. А мужчина сразу начнет ерзать, потому что его место занято в этот момент. Если женщина работает, он спокоен, можно полежать дальше. Но если женщина говорит, давай пускай все валится, нормально, будем лежать. Все, тогда до свидания, шансов нет ему лежать там. Он будет ерзать сразу, ну иди еще немного поработай. Я не могу найти свою работу пока, ну не могу, ну подай еще немножко полежать. Нет, все, я тоже с тобой лежу рядом. Ну ладно, тогда пошел работать. Мужчина все просто решается. Он работает там, где просто есть возможность и все. Когда жена не дает денег. Это первый банальный способ, ни одна женщина не знает. Она к этому способу приходит в состоянии великого отчаяния. А надо приходить сразу. У женщины есть одна большая проблема. Она заключается в том, что женщины не понимают, как устроена психика мужчины. Мужчина понимает только действия. Никакие слова он не понимает вообще. Если вы хотите что-то сделать и его об этом предупреждать, то лучше сделайте сразу. Тогда он вас больше будет уважать. Поймите, что мужчина реально меняется, когда женщина эти действия совершает. Допустим, не понравилось что-то, раз, не разговариваю. Причем по-доброму не разговариваю, все выполняю, забочусь. Ну, почему со мной не разговариваешь? Ну, не хочу. Причем мужчине не надо логически ничего объяснять, понимаете? Вот сам все понимает, он не дурак. Почему не разговариваешь? Он знает, чье как бы сало съел или там сметану чью съел. Он знает. Вот. Кот. Надо ему все объяснять. Просто мужчина делает вид, что не знает. У нее такая природа. Просто не разговаривайте и все. Понимаете, у женщины психика очень тугая. Она медленно, допустим, прощает, отходит от ситуации очень медленно. А мужчина сразу раз и просил все. Так это значит, что у женщины психика сильнее. Понимаете, если она прощает два дня, он с ума сойдет, пока она будет прощать. Ну и пусть входит. Запомнит. Это же действие. Вы не простили его. Это действие. Если вы это действие последовательно совершаете, у мужчины в психике происходит переворот. И он начинает делать выводы, что делать. Потому что если вы подстроились под нему, сделали вид, что вы простили, сами хотя не простили на самом деле. Тогда никакого переворота у него здесь не будет. нет, а-а-а-а-а. А пусть обижаются. Пусть обижаются. Чего страшного. Воспитывайте в мужчине мужчину. Обижаются – значит крепнет. мужчине нужна нагрузка на психику понимаете мужчина всегда в нагрузке развивается если мужчина не имеет нагрузки он расслабился все ему капец как в этом мультике не были мы никаком таити нас и здесь неплохо корм ну то есть все уже то есть все пускай набежается ничего страшного вы же его потом и полоскаете будьте твердой внутри как бы раз отстранилась давала возможность ему почувствовать ситуацию не надо бояться ничего потому что вы боитесь вот этого напора мужского потому что когда вы отстранились первая реакция как гнев и подаять оброшу там вторая стадия подлизывается тоже тяжело таким хорошим становится сразу супер все знает как над дел цветочки там 5 10 не поддавайтесь третья стадия он трезвеет говорит ладно я все понял буду делать как надо все дошло найти для мужчины очень трудно дать сделать так чтобы до него дошло мать ему надо время у надо сильно провести себя какое-то время и он так раз и у него в мозги вошло а если у него мужчины вошло то потом всю жизнь уже не выйдет мать у женщины пошло вылетела а у мужчины вот вошло но так как у него не выходит поэтому и долго время приходится но просить очень ласково нежно ненавязчиво 50 раз на первый раз он вообще не заметит что попросили не они не не удивляйтесь если он даже вообще не помнит этого просили он забудет не удивляйтесь он просто очень сильно зажата в своих деятельности как бы он паровоз едет когда очень быстро он не замечает что там вокруг происходит и так психика работает попросили один раз дальше едет второй раз попросили он такой типа чего там такой дальше едет третий раз нежно попросили чуть-чуть обиделись притормозил знаете просить муж мужчину надо тогда когда паровоз останавливается а паровоз останавливается только может быть 15 минут в день или 20 только после еды и только когда он доволен что вы накормили расслабился скажите не навязчиво очень аккуратно причем с таким иносказательным языком например женщинам знаешь иногда нравится когда с ними ходят в кино мужа надо самому решение принять что мы идем в кино потому что если вы за него скажете что надо идти в кино он сразу нет 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 все понимаете мужчине надо чтоб он сам принял решение поэтому всегда иносказательная речь означает что вот олег геннадьевич и говорит если он доверяет авторитету как если нет тогда надо найти другой авторитет какой-то научное исследование показали что женщине надо иногда вот тут и он спросит ты что хочешь чтоб я тебе сейчас это сделал вы скажете улыбаетесь ему в это время потому что чтобы мужчине дошло всегда надо давать энергию любви только через энергию любви будет доходить улыбаетесь говорите не обязательно сейчас а если срочный вопрос значит вы этого не делали раньше у женщины нет срочных вопросов на все заранее чувствует если она с мужем как бы свою идею не пробивала стеснялась ему сказать раньше дальше тогда начинается цейкнот уже женщина никогда не должна свои чувства и желания никуда откладывать потому что они копятся и потом создают взрывоопасную ситуацию в семье муж даже не знал что это так для него вообще все как бы как заново то что женщины происходит желание перележала ничего нормально встаньте по поработайте чуть-чуть опять ляжьте вторую попытку ничего страшного рано или поздно перележите все движется вперед понимаете если вы правильно делаете он все равно рано или поздно встанет но если он встанет он никогда не ляжет помните ли амуромец лежал лежал на печи потом всех победил на развод подал это значит что вы его избаловали вы его избаловали он не вам избал он не вам размазал жизнь по асфальту он развазал свою жизнь а вы не знаете просто как себя вести с мужчиной это все супер значит видите как вам развод помог а так бы не слушали никогда в жизнь значит у вас скоро счастливая жизнь будет сто процентов можно конечно чего он ждет вас ну узнайте тогда если не ждет так другом возвращается а за спиной два брака ничего страшного все так живут ну ничего пусть хуже зато больше знания чем больше знаний тем больше счастья не серьезно говорю сто процентов а противно общаться это значит вы нахать накопили вот если у меня допустим за рта воняет противно уже с этим как бы зубами не повыдирать чем не делать с этим противно с этим кто что делать а без всяких уловок напрямик это означает что вы хотите его покоцать да ну покоцайте потом извинитесь вы же все равно не сдержитесь покоцайте его покоцайте потом извините скажите виноваты прости дура но если вы это делаете принципом в своей жизни тогда вы пилите сук на котором сидите а потом полетите сами и ударитесь об землю а он найдет себе молодуху да я не говорю про хитрость я говорю про любовь и говорю про уступчивый подход женщины не говорю про хитрость конечно надо быть открыто говорить то что есть но с любовью очень мягко и насказание то что есть не означает хитрость это означает понимание природы мужчины он должен сам все понять понимаете если хотелось тогда дайте возможность если вы на него давите то значит он будет звереть он не будет понимать любое давление правдой на мужчину вызывает протест и он не будет никогда эту правду принимать вот вы сейчас мне любую правду про меня скажите основная и все и ну прямую если сильно захочу природу то никуда не денешь понимать чем зачем человеку делать больно идти против его природы зачем это делать когда у человека есть природа допустим женская природа это эмоциональность надо дать ей возможность мужская природа это непреклонность надо дать ему возможность это называется уважением если мужскую природу не уважаете а вы ее не уважаете это вижу то тогда вы будете разрушать свою жизнь и результат может быть печальный просто человек уходит и все бог наказывает за это сдавайтесь хорошо правда может убить человек если она неправильно сказано всегда за правдой должна стоять любовь любовь к мужчине означает уступчивый подход дайте ему возможность быть сильным нет сейчас вопроса не будет сейчас будет песня нет нет спрашивайте видите я принцип утвердил принцип утвердил мужчина вот для вас а теперь даю ей возможность она знает что она неправильно делать но так как она женщина она имеет право да да так микрофон дочке дочке 33 года дядю 46 дочке пора рожать зять нигде не откуда возьму ее она работает получает очень прилично на него хватает и у меня вопрос но она она не ложится его перележать или все понимаете и у 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 ш VS теща супер классика жанра молодец 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 то у у о спасибо вам большое теперь теперь послушайте меня это же ваш объем работы все Вы сейчас описали свой труд. Потому что в победе над судьбой... Вы давно лекции мои слушаете? Да. В победе над судьбой есть три стадии. Первая стадия. Я считаю, что тот и другой виноват в моей жизни. Потом я чувствую, что вина между нами. И потом я нахожу... Она возвращается в сердце вина. Это всё время молитвы делается. Надо начать молиться сейчас. Первая стадия. Вас отпустит, легче станет. Почувствуйте, что вы тоже как бы очень к нему предвзяты, предвзяты, жестко себя ведёте. Когда мужчину проклинают, он становится проклятым. То есть он ещё больше тряпкой становится. Ну то есть объём работы есть. Вот такой мужик. Вы трудитесь над ним. То есть твёрдость не помешает. Это правильно. Но она с любовью должна быть твёрдой. С любовью. И тогда мужчина, он тук-тук-тук-тук начинает подниматься. Понимаете? Но если вы его хотите уничтожить, у вас тоже это получится. Но вы уничтожите также вместе с ним счастье своей дочери. Потому что вы думаете, что она может легко найти себе другого человека. И это колоссальное заблуждение. Потому что по её судьбе, то, что я вижу, она этого-то с трудом нашла себе. И следующего найти будет практически невозможно. Поэтому ваша как бы задумка, она неправильная. Вы находитесь не на правильном мышлении сейчас. Но вам надо просто ей помочь справиться с этой ситуацией. Сначала преодолеть её в своём сердце. Потому что вы разрушаете сейчас эту семью. И его проклинайте, он ещё больше тряпкой становится. От женщины исходит такая сила. Хорошо. Спасибо. Я желаю вам удачи. Я вижу вашу ситуацию, она тяжёлая. И сейчас в честь вас и предыдущей слушательницы моих лекций, я сейчас вам включу песню, которая поможет вам открыть истину для себя. Истину мужского начала. И как женщина разрушает это мужское начало. Вы сейчас точно это поймёте, и вам станет легче сразу же. Потому что как человек знания получает, ему становится легче. И женщина действует как вулкан, значит тогда извергается лавина и пепел. Понимаете, нет шансов победить эту энергию. Энергию. Женщина может быть разрушительницей. Веды объясняют, что у женщины вообще три ипостаси есть, три ипостаси в ней существуют. Надо в себе их открыть. Первая из ипостаси, когда женщина служит Богу, эта ипостась, это супруга Бога называется, женская ипостась. Супруга Бога или мать Бога и так далее. Эта женщина служит Богу, тогда в этом случае она становится источником богатства и процветания для всех вокруг. В том числе, в первую очередь, за своего супруга. Служение только одна вещь. Для служения нужна только одна вещь. Это вера в человека. Вот вы в этого человека не верите, означает, что вы его полностью разрушаете. Результат будет печальным. Это полная разруха этого человека. Понятно, что он не достоин веры вашей. Но если вы все-таки начнете с молитвы копить в себе эту веру, то вы его взрастите ей своей верой. И своей дочери дадите возможность иметь хорошего мужа. Но если вы будете его своим сознанием разрушать, как вы сейчас делаете, тогда, несомненно, он будет разрушен. Потому что вторая, третья ипостась женщины — это разрушительница. Это тоже описано. Есть такая богиня, ее называют Дурга. То есть она разрушает все. То есть, когда женщина входит в это состояние, то камня на камне от хорошей судьбы не остается у человека. Она себе разрушает при этом судьбу и своему близкому человеку. Ну, то есть это означает, что она соткана не из любви, а из проклятия одних в это время. Она все проклинает, что встречается на ее пути. И не дает никаких шансов восстановиться. И вторая ипостась — это ипостась, которая возникает в результате знания. Когда женщина обретает знание, как правильно жить, она делает своего мужа очень влиятельным. Он становится властителем мира. Ну, то есть женщина, которая соткана из знания, она понимает, как правильно жить. Она это знание через сердце и любовь передает своему мужу или своему зятю. И он становится очень образованным внутренним, понимающим, как правильно жить. Когда женщина действует как разрушительница, все знание уничтожает в своем мужчине. У него нет никакого знания. Поэтому выбирайте женщину, и у вас есть только два варианта. Первый вариант — взращивать своего человека. Второй — уничтожить. И вы можете сделать и то, и это. Причем в этом мире так устроено, что женщина, которая уничтожает то, что им был дал для развития работы, а именно он дал вам объем работы, потому что всегда, когда человек приходит в вашу жизнь, он несет с собой объем работы. Вам надо трудиться над ним для того, чтобы он стал сильным. Для этого надо быть послабее и вдохновлять его. Не самой пытаться быть сильной и уничтожать его. Это два неправильных поведения. Самой пытаться за него все делать и уничтожать его. Это два неправильных поведения, идущих от незнания. Второй вариант — прощать и вдохновлять, но при этом самой не перенапрягаться, сохранять в себе женские силы. Ну, допустим, надо поработать, ну, поработайте, но не надо перенапрягаться. И надо на себя вешать нагрузку своих материальных желаний. Поймите, женщины, вы работаете только по одной причине, что вам хочется больше, чем муж вам может дать. А это и есть засада. Женщина всегда, когда работает, она проклинает семью. Ну, имеется в виду, работ слишком много. Понимаете, она проклинает семью тем, что в ней нет любви, дети невоспитанные вырастают. Когда у женщины не хватает энергии любви, все становятся больными, потому что эта энергия лечит, также восстанавливает здоровье и так далее. Поэтому женщина, которая хочет больше от жизни, чем муж ей может дать, и не принимает судьбу, она ее же и разрушает свою собственную судьбу таким образом. Потому что она за него начинает работать, когда женщина становится сильной, мужчина сразу становится слабым, потому что шансов у него нет быть рядом с сильной женщиной сильным. Просто шансов нет. В этой песне вы это услышали конкретно, он уже воет. Он же не знает, как ей сказать, что, пожалуйста, успокойся, дай мне возможность самому сделать то, чего тебе в жизни нужно иметь. Дай мне возможность это сделать, а просто прими меня как того человека, который будет тебе это давать. «Верь в меня, и ты из меня вырастешь силу. Я могу все, что угодно спасти тебя, вытащить, куда чудо запросто сделать для тебя». Если ты сможешь вот именно в меня поверить, как того человека, который тебе даст счастье. Это и есть ключ к успеху любой женщины. Поверить именно в этого человека, что он вам даст счастье. А вера эта через молитву идет. Потому что женщина, что она делает обычно? Она сомневается, что это ее судьба, что именно этому человеку надо отдать свою жизнь. И в этих сомнениях протекает вся жизнь, а потом эти сомнения рождают измену. Потому что когда мужчина видит в глазах женщины не преданность, а сомнение, у него теряются силы сразу. Он перестает быть вдохновленным, развиваться. Он начинает пить, депрессировать, страдать и лежать на кровати. Вот в чем корень мужской депрессии. В том, что в нем кто-то сомневается. Да? Не суждено? Все говорят. Астрологи и так далее. Как зовут человека? Вы с вами? Не суждено ей вместе быть, да? Что это значит, да? Отключите микрофон. Видящего? Да. Что видящего? Включите. Включили микрофон, дайте. Хорошую или плохую? Нет. Он видит хорошую судьбу или плохую? Хорошую поединился. Ну тогда почему Бог вас соединил? Зачем? Он вас держит же вместе? Зачем? Или он играется так в нашей жизни? Поддержал чужих людей, поддержал чужих людей вместе, потом развел. Он играется в нашей жизни? Или зачем он вас держит вместе? В чем причина? Значит, жизнь это не любовь, а происхождение уроков просто. Получается, люди вокруг пешки, которые наши уроки осуществляют, а не личности, которым надо отдавать свою жизнь. У нас папа есть? Чего? А почему он пил? Я говорю про вашу судьбу сейчас, а не про ваши ошибки. Почему он пил? Наверное, не хватало веры в мужское начало. Вы родились уже в такой семье, где не хватает веры в мужское начало. Сейчас перед вами уникальная личность находится рядом с вами. Такого человека в жизни вы больше никогда не получите. А он таких, как вы, получит сотню. И вы в нем постоянно сомневаетесь, потому что у женщины в природе заложено грызть сук, на котором сидишь. А кто ищет, тот всегда найдет. Вот если я сейчас свистну экстрасенсов, астрологов, которые хотят разрушить мою жизнь, они с удовольствием это сделают. Почему? Потому что так устроена природа, когда человек хочет подтвердить свои глупости, природа их подтверждает. Находятся ясновидящие, яснослышащие, которые разрушают, ясно разрушают нашу жизнь. Вы просто боитесь трудностей своей судьбы. Вы не хотите ее принимать. Вам тяжело просто жить. И вы не понимаете, что это тяжело было создано вами в прошлой жизни. Вы не понимаете, что вы все равно, вам все равно его придется принять и прожить. Все равно, по-любому. Вы не сможете от этого никуда убежать. Вы не принимаете этого человека просто потому, что вы не принимаете свою судьбу. Так же, как вы не принимали своего отца. И до сих пор вы его не применили, кстати. Да нет, ничего не удалось. Пока вы не можете встать на тот стержень своей судьбы, в котором вы должны жить. Я не буду вам доказывать, что этот человек должен быть рядом с вами. Потому что это унижение. Зачем мне унижаться перед вами и вам это доказывать, если вы не хотите это принять? Мы сейчас поговорим об этом. Нормально, мы поговорим. Но сейчас нам надо, так как она пришла ко мне, это любимый для меня человек. Она пришла, она старалась, хотела узнать правду. Я не могу сейчас ее бросить и как бы закончить с ней разговор. Понимаете? Что вы хотите еще у меня спросить? Как ведете? Какая вы есть, так себя ведите. Вам надо расслабиться, раскрепоститься. Он все примет. Он сильный человек. Он будет. Он и так вас такой принимает, какая вы есть. Ну, он старается, по крайней мере, старается. Он старается, будет и дальше стараться. Раскрепоститесь рядом с ним. Это ваша судьба. Вы успокойтесь, расслабьтесь. Будьте самим собой. Раскрепоститесь. Не бойтесь мужского начала. Он ваша защита, ваша опора. Он ваш человек. Просто вы еще не достойны почувствовать его своим. Вы не достойны опереться на кого-то сейчас. И вы думаете, что это внешняя проблема, а не внутренняя. Когда вы начнете мужское начало верить, с этого момента вы почувствуете в нем того человека, который вас защитит. А сейчас вы его глушите просто, понимаете, рядом с собой. И как так, как вы его глушите, он поэтому сопротивляется просто. И этим вы занимаетесь. Вы его глушите, веру в него разрушаете, а он сопротивляется этому всеми силам. Вот это ваша жизнь сейчас. Вы вот этим занимаетесь. А вы не глушите его, а взращивайте. Или станьте быть дургой, вот этой разрушительницей. Станьте знающей женщиной или еще лучше верующей женщиной. И тогда вы воскресите в нем личность. Он начнет развиваться. Сразу чистым, сильным станет. Конечно, женщина, которая злится рядом с мужчиной и бесится, она разрушает прежде всего себя. Я об этом и говорю. Что она себя больше даже разрушает, чем человека. Потому что такова природа женская. Она бунтует. А надо учиться принять, успокоиться. Остановитесь, остановитесь, успокойтесь. Не пунктуйте, примите все, что есть в жизни. Расслабьтесь, принимайте судьбу. И вы станете счастливы. Вот прямо сейчас в этих отношениях все. Все у вас ваше. Ничего вам не положенного нет в жизни. Не ходите больше к тесновидящим, к астрологам. Да? Ну, если даже он ходит, не обращайте внимания. Он тоже вас не бросит. А даже если он захочет вас бросить, будет получать по шее каждый раз от Бога. Хорошо? Все решили мы с вами? А, с вами? Нет? Не решили? Почему? Нет, все нормально будет. Ему тяжело. Витя тоже чувствует, что тяжело, когда женщина так себя ведет. Тяжело очень. У вас все наладится со временем. Сейчас надо просто ждать, смотреть. Она начнет правильно совести. Я ей все сказал. Женщине всегда не хватает только знаний. Все. Она очень быстро впитывает знания и быстро меняется, когда она его получает. В три раза быстрее. А? В этом ваша ошибка была. Потому что запомните все мужчины. Вы никогда не сможете передать своей жене знания. Шансов нет. А как тогда? Надо понять, что женщина принимает только ваши поступки. Она никогда не будет принимать слова. Если вы станете таким человеком, как вы говорите, она это увидит и сразу примет и поймет. Но женщина никогда не принимает слова от мужчины. Понимаете, женщину не надо нравоучениями воспитывать. Воспитывайте ее терпением своим и принятием ее как личности. Если вы ее примете, какая она есть, она вам больше поверит, чем если вы будете ей говорить о том, какая она должна быть. В этом заключается глубочайшая ошибка поведения мужчины. Никогда нельзя женщину пытаться воспитывать. Но если женщина видит, что вы ее принимаете такой, какая она есть, она обязательно будет сама спрашивать вас, как правильно делать. И отвечайте ей всегда очень аккуратно, ненавязчиво. Как будто бы вы не отвечаете, а просто, между прочим, это говорите. Не включайте свое нравоучение в тот момент, когда женщина вас спрашивает. И она всегда будет вас слушаться. Она будет всегда делать так, как вы хотите, но при этом не надо на этом делать акцент. Согласна женщина или нет? Не надо ее учить. Не надо ее нравоучения читать. Не надо. Она сама сейчас будет все, как надо делать. Не становитесь источником знаний для нее. Не надо. Дайте ей послушать лекции, давайте. Пускай кто-то другой станет источником знания. Она будет вас верить по вашим поступкам. Начнет вас верить. Вот как вы будете поступать правильно, она будет больше в вас веры иметь. Еще правильный поступок. Вот вы сейчас ее примете, допустим. Вы, допустим, сейчас переломаете себя и скажете, нет, я все-таки хочу с этим человеком жить. Если вы вот так вот раз настроитесь, сейчас скажете, она сразу же очень сильно вас оценит. Тут же просто. Но вам это будет как бы очень тяжело. Именно из этого соткана жизнь мужчины. Он должен всегда ломать себя и закалять. Всегда ломать и закалять. Идти, перешагивать через себя. Идти дальше, идти выше. Делать невозможное, понимаете, с собой. И тогда женщина очень сильно ценит. Она очень благодарна за это становится. Мы никогда не будем женщинами. Мы всегда будем брать на себя тяжесть жизни. Мужчины всегда. А женщина всегда будет права в отношении. И это хорошо. Как? Как? Да. Микрофончик. Ничего, что мы много вопросов. Нормально? Это же жизнь. Жизнь же, да? Я не смогу всю лекцию только на ответы вопроса. Сейчас вот последний вопрос. Дальше мы еще тему будем другие разбирать. Люди специально пришли их послушать. А я очень жду вас в отношениях. Вопрос ваш. Я рад вас здесь видеть. Вы неправильно поняли. Я как бы очень-очень даже спасибо вам большое. Присучали для меня очень психические моменты. Это вот про тему мужского начала. Принятие судьбы. Принятие судьбы. Принятие судьбы. Принятие судьбы. В общем, живем с человеком четыре года. Замужем. После, с момента зачатия, то есть, беременности, человек резко перестал работать. Выпивал раньше, но сейчас заболен. И ситуация такая, что не пришлось рано быть на работу. Макцепотека, ну, всякие такие вещи. Он до сих пор только старается на работу. И я всегда хочу понять, его какого-то силы, когда он хороший специалист в своей области, то ли он ему не везет, то ли он не на плату. Нет, нет, не в этом проблема. В общем, я хочу понять, хотя я молитву пытаюсь менять судьбу, у меня очень не хватает сил поверить в человека. Я могу идти, я не знаю, когда дальше. Я вам расскажу. Вы верите, что я вам расскажу? Да. Точно? Да. Тогда слушайте. Есть две стороны медали любви. Привязанность заставляет людей действовать в рамках только одной. Есть два типа привязанности женщины к мужчине. Одна привязанность заставляет женщину глушить, мужчину глушить, не верить в него, паниковать рядом с ним. А вторая привязанность заставляет женщину баловать мужчину. Привязанность означает сильное ожидание счастья от человека. Нужно настраиваться на святость, на Бога и перестать ждать счастья от человека. Тогда человек входит в золотую середину, в середину победы над своей судьбой. И в этот момент он начинает четко понимать, как ему действовать. Есть тоже две стороны любви. Первая сторона любви — честно служить человеку, вдохновлять его. А вторая сторона — наказывать очень с любовью, честно и сильно. Вот эта сторона вторая у вас вообще отсутствует. Поэтому и у вас психика взорвалась, когда вы услышали про печку. Потому что вы и так уже перележали. Вам надо наказывать своего близкого человека. Но наказывать — это более высокий уровень любви. Понимаете, когда человек... Смотрите, я сейчас садитесь. Сейчас я вам, женщины, объясню. Смотрите. Все зависит от состояния чувства собственного достоинства. Если вы его теряете в отношениях, теряются влияния на человека. Чувство собственного достоинства копится в бескорыстии. Помолились, накопили силу. Считает, что у вас все нормально, вы приняли свою судьбу хотя бы на время. И в это время просто бескорыстно что-то сделайте. Приготовьте с молитвой мужу пищу. Вы это для Бога прежде всего делайте. Понимаете, у нас самое главное отношение с Богом, а не с мужем или с детьми. Мы для него живем на самом деле. Вот для того, кто сидит там внутри, просто это трудно понять. Вы просто с молитвой пищу приготовьте, думая о Боге. И если вы так будете думать, вы потом бескорыстно сможете отдать ее мужу. Когда вы что-то бескорыстное сделали, у вас сразу оп внутри чувство силы в отношениях. Это называется чувство собственного достоинства. Означает, что вы потом, когда он плюнет вам в лицо, вы не сломаетесь от этого плевка и не потеряете себя, а просто уйдете только в отношения с Богом, уже без мужа. Означает, что вы просто покажете свое могущество в том, что вы можете жить и без его подачек. Когда вы это сделаете, это будет первый урок. Он сразу увидит в вас силу и сразу ее оценит. Человек не может силу предать. Предают только слабость. Он увидит когда, что вы от него немножко подальше, но при этом честно и правильно к нему себя ведете, в этот момент в нем проснется уважение. И когда женщина делает то так, то так, она или искренне служит, или искренне отстраняется, потому что человек не хочет вести себя по-человечески с ней, тогда у мужчины появляется картинка, как вести себя с женщиной. Она эту картинку ему сама создает. В результате он начинает ее уважать и начинает вести себя правильно. Но если женщина зависит от мужчины и у нее есть только два варианта или кромсать его, или баловать. И вы сейчас живете между этими двумя вариантами? Поднимите ручку, я вас потерял. Развод означает, что вы не сдали экзамены судьбы. Развод не помогает, облегчение никакого не дает. Все это просто назначает, что надо опять все заново начинать. А заново очень трудно начинать всегда. Даже само начало очень затруднительно, потому что могут годы пройти, прежде чем это начнется. Поэтому нужно в молитве успокоиться сначала, принять свою судьбу. Вот вы сейчас вот в этой ситуации находитесь. Все побеждаемо, все победимо. Я вижу вашего человека. Он, с одной стороны, расслаблен вашим перенапряжением, с другой стороны, разочарован вашей разочарованностью. То есть вы уже не верите в него и никакой силы ему не даете быть мужчиной. Он поэтому и как бы он подавлен вашей вот этой силой проклятия, понимаете? Он лежит на печке. Вот. Раз. И теряет себя как личность. Два. А вы помогаете ему тем, что вы работаете и не верите в него. А вам надо наоборот, поменьше работать и побольше с него верить. А это уже душевные силы. Это уже надо от Бога брать. Вы же от Бога не берете ничего. Надо молиться, учиться брать от Бога силы душевные, свое чувство, собственное достоинство укреплять этой силой, действовать правильно. И тогда будет победа. Но вы сейчас мне говорите, Олег Геннадьевич, как может быть победа, если корабль уже тонет? Даже когда он тонет, все равно может быть победа. Может залатать все дыры, дыры всплыть и поплыть дальше. И он окрепнет, станет сильным потом этот корабль. Это всегда лучше, чем утонуть и забыть про все. Услышали? Ладно, тогда дальше движемся. Нет, нельзя. Итак, мы разобрали одну из нескольких намеченных тем. Создание семьи в крупном городе. Трудности и преимущества. Некоторые люди пришли из-за этой темы. Поднимите руку, кто из-за этого пришел. Я для вас сейчас буду говорить. Итак, смотрите. Трудность только одна. Это слой жизни. Понимаете? Когда ты удручен, вот смотрите, для женщин говорю, если вы находитесь в депрессии, если вы не верите в свою красоту, если вы чувствуете себя одинокой и думаете только об этом, если вы как бы не способны как бы даже принимать усилия для того, чтобы просто улыбаться кому-то, это значит, что вы находитесь в невежестве. Причина невежественной жизни только одна. Это атеизм. Значит, у вас нет связи со святостью. Все. Потому что, когда у человека, у женщины есть связь со святостью, она оживает, расцветает, становится румяной и красивой. Потому что это природа женщины быть румяной и красивой. Она не может быть некрасивой вообще в принципе. Она становится красивой просто от отношений с Богом. И все. Потому что Бог наполняет ее этой красотой. итак если вы находитесь невежестве шансов выйти замуж нет нужно выйти из этого состояния поэтому ваша цель вашей жизни не замужество сейчас в это время а установление отношений со святостью наполнится чистотой наполнится силой в молитве изучайте этот эти темы есть это все можно узнать лекции на эту тему сейчас много слушайте изучать дальше следующая идея если вы думаете что для вас главное сейчас утвердиться в жизни и стать крепкой финансово квартира машина все равно 80 процентов разводов как ни крути на семьей опереться невозможно можно опереться только на саму себя вторая ошибка которая разрушает жизнь женщина не знает свои силы это объясняет что любая женщина должна валить на повал любого мужчину именно поэтому древней культуре женщины обладая большой духовной силы закрывали лица свои но чтоб никому не мучить чтобы давать возможность людям нормально жить потому что женщина от женщин такая сила должна исходить по идее что шансов нет никаких не выйти замуж очередь должна выстраиваться по отношению к ней а если очередь не выстраивается то есть только одна причина она ведет неправильную жизнь все нет другой причины поэтому идеи что я типа 1 тут останусь и все прочее мне надо устраиваться на работу чем больше вы вкладываете в учебу и в работу женщины тем меньше у вас остается сил на семью и на личную жизнь все закон стопроцентный теперь вы скажете все равно мне надо работать иначе я просто с голоду помру факт большинство женщины уже в цикнот пошли они не могут сейчас сразу все бросить им надо потихоньку из этого цикнота выходить но надо понять что не надо стремиться к кандидатской диссертации к повышению должности и к увеличению образования женщина должна остановиться в этих вопросах потому что она стареет у мужчины как чем он становится взрослее и серьезнее больше шансов жениться потому что всем нужны серьезные мужчины и он может на 15 лет моложе выбрать нет проблем у женщины шансы тают с каждым днем поэтому не надо терять время на все это образование излишнюю как бы работу нужно погружаться в духовную жизнь женщине накопить себе красоту и силу выходить замуж рожать детей а потом если вдруг так получится что вы сорветесь вас бросит бог все равно вам поможет на женщину все концентрация всей энергией благочестия в этом мире идет женщина если допустим она нуждается в чем-то всегда в ей преимущество на самолет она первая заходит и и все пропускают с детьми и так далее всегда женщине преимущество которое нуждается в чем-то и обязательно этот мир позаботиться о вас не нужно думать что у вас есть какой-то путь поражения жизни если вы настроились на семью на личную жизнь какая-то специальность хорошо пускай будет нет проблем но не надо дальше туда лезть в эту в эту пропасть она бесконечна чем больше вы хотите этих денег квартиры машин тем больше одиночество и несчастье в вашей жизни будет продолжаться это никогда не остановится что касается мужчин другой совет совсем прям противоположно женщина вы услышали меня или нет вам трудно будет перестроиться но вы пробуйте постепенно перестроиться вы увидите больше красок жизни больше счастья в конце концов получите семью расслабитесь станет легче жить примите судьбу которую вам положено и вы сможете дальше установить свою нормальную жизнь одиночество для женщины означает только одна неправильная направленность жизни не может быть женщина одинока она соткана для красоты как только она ведет себя правильно в жизни она расцветает а если она расцветает все мужчины падают в оморок глядя на нее мужчина не может победить энергию красоты она самая непобедимая в этом мире и даже женщина в возрасте может валить всех с ног если она правильно живет таланты не надо закапывать землю таланты это ваше хобби если вы сделали все в семье нормально дальше порыхайте куда хотите можете там и там как бы свои таланты раскрывать но не не делайте из этого жизнь это ваше хобби только вы этим отдыхаете от жизни талантами своим мужчин таланты нужны для того чтобы развиваться в обществе женщине таланты нужны для того чтобы вложить их своих детей и отдыхать от жизни